Привет! Сегодня мы снова на замечательном острове Хортица и сегодня у нас снова тест. С тех пор, как я слетал на 20 километров на Dart 250, у многих возникли вопросы, что это за видеопередатчик у тебя был и почему это именно ТБС, почему не какой-нибудь дешевый китайский аналог, ведь есть передатчики, которые работают от 5 вольт, есть вообще практически клоны ТБС. И E-Chain Nano VTX у нас сегодня на тесте. Рассказать об этом передатчике можно немного, он так же как и ТБС греется, просто как сумасшедшая печка, его реально невозможно держать в руках, у него IPEX UFL коннектор для антенны, у него есть кнопочка, есть 3 светодиода, так же запутанная индикация, но не такая запутанная как в ТБС, и его не надо там разлочить для того, чтобы получить сразу 400 милливатт. Да, у него 400 милливатт на выходе, как и у ТБС заявленные. И сегодня мы слетаем на ТБС, он у меня уже установлен вот здесь вот в крыле, и с этим сетапом я летал на 20 километров. Понятно, что на 20 километров сейчас я лететь не буду, потому что для этого нужно много времени, нужны хорошие условия, но тестить мы будем по-любому на максимальной мощности, потому что на 25 милливаттах, например, 25 милливатт могут различаться, и у одного и у другого передатчика может быть на выходе там 70, там сколько-нибудь, ну то есть мы будем тестить на пределе, то есть мы включим максимальную мощность 400 милливатт, и слетаем, например, там на 5 километров, там километров может на 6, и посмотрим, как именно на очки будет ловиться видео. У меня здесь стоит патч Crosshair Extreme, и стоит такой простенький какой-то клевер для diversity, и вот с этим сетапом, чисто по очкам, мы слетаем и проверим, стоит ли больше переплачивать за бренд, или вот такой вот E-Chain за 12 долларов по скидке, ну обычная цена около 15 долларов, может он вполне ок. И я буду лететь с одной и той же антенной, то есть условия полета будут абсолютно одинаковые, напаял я серворазъемчик и там, и там, чтобы здесь на полетухе просто переткнуть передатчик, переткнуть антенну, и у нас, по сути, будет меняться только передатчик. Антенна, приемные антенны, условия полета, сейчас очень хорошая погода, прям можно лететь и лететь, то есть ничего этого меняться не будет, и мы чисто летим, затестим дальность именно самих передатчиков. Меня зовут Саня, вы на канале Аюру, погнали! И может, когда пропустил в предыдущих сериях, я пару раз об этом напоминал, и вот мне пишут там ребята по поводу этого крыла, жалуются, что не могут его запустить. И я тоже промучился немножко, потому что у меня был неправильно установлен мотор, и мотор немножко давал вектор тяги на пикирование, а мне нужно на кабрирование, то есть нужно, чтобы самолет как бы чуть-чуть направлен был на набор высоты, то есть винт должен смотреть не вниз, а чуть-чуть как бы вверх, и для этого нужно просто открутить вот здесь вот два болтика, вытащить и перевернуть мотор-маунт в другую сторону, ну, скорее всего, это будет так. Возможно, если сильно тяжелый случай и мотор-маунт очень кривой, то надо будет что-то подложить, какие-то там шайбочки под винты, ну, вот что-то сделать. То есть проблема есть такая, она встречается довольно часто, судя по всему, поэтому вот обратите внимание. И я буду лететь в круизе, и слева вы увидите видос с Е-Чайна, а справа будет видос с ТБС. И я буду замедлять скорость воспроизведения на каких-то ключевых километражах, чтобы вы смогли оценить качество. Направлять антенну своих очков, ну, не этих, а вот этих, я буду абсолютно точно держать как можно стабильнее, чтобы картинка была, поэтому, ну, это будет очень объективно. Мы меняем только передатчики. Итак, автозапуском запускаю самолет. Справа у нас ТБС, слева Е-Чайн. Летел я там буквально, вот, приземлился с ТБСом, поменял за пять минут передатчик и взлетел, полетел с Е-Чайном. То есть разница там в полете у меня 20, может, 25 там минут. И я поменял батарейку, поставил новую. И здесь сейчас у нас 450-500 метров, и картинка, вариантно, идеальная. При запуске там были такие черные полоски, если вы обратили внимание. Это пока не отлечу, у меня вот какие-то такие помехи есть. Это не электромагнитные, это, видимо, либо от аппаратуры, ну, что-то вот такое есть. Я сейчас только отлетаю, оно все проходит, поэтому ТБС там ни при чем. Я еще, когда летел, заметил, что вот как-то такое небольшое першение есть, когда летел первый раз по ТБСу. И вот оно все время как-то есть, вот, чуточку, как-то вот, как будто бы слабее картинка, как будто слабее передача. Ну, может, это, конечно, субъективно, но вот мне все время казалось, что я вот сейчас пересматриваю запись сравнения, да, что все-таки на ТБСе, даже на небольшом расстоянии, чуть-чуть меньше качества, чуть-чуть так больше помех, как будто бы мощность чуть поменьше. Тут сейчас ТБС немножко мигает, но это я там не очень точно направлял антенну, поэтому как бы не берем в расчет. И я вот пролетаю тут два с половиной километра, буду лететь до трех километров и сделаю поворот. Такой маршрут не очень прямой. Это какое-то вот место с помехами, не знаю, ну, не то чтобы место, может, как-то там перекрывалось рельефом. Ну, вот на трех километрах делаю поворот и лечу вдоль уже береговой линии острова. И вы можете оценить картинку. В принципе, сходная картинка, и ЕЧА не отстает от ТБСа пока что. То есть я немножко тут подстраиваю, подгоняю скорость, чтобы расстояние у нас было одинаковое, поэтому будет немножко так смещаться картинка. Из-за помех двер пропускает кадры, и поэтому идеально там сместить, даже если вы синхронно снимаете и пишете разными дверками одну и ту же камеру, то из-за помех кадры вылетают, и скорость рассинхронизируется, и вот есть такая проблема. Поэтому нужны OLED-ской зоны, которые пишут без проблем. Здесь вот почему-то сильно заметно, что ТБС хуже. Хотя вроде и расстояние не очень большое, 4 километра, но вот прям как-то больше было помех. И может я чуточку там правее летел, чем летел с ЕЧА, ну буквально там вот на 100-200 метров, может какое-то там деревцо перекрывало, не знаю. Вот такое мигание картинки, это тоже проблемы DVR. Ну, так вот пишут скай-зоны иногда, когда очень плохой сигнал. Ну, есть такая проблема. И сейчас я буду делать еще один поворот, вот немножко я поверну так, чтобы лететь туда, все-таки над Днепром. Лечу в круизе, конечно же, чтобы скорость была примерно одинаковая от первого и второго полета, поэтому времени на это уходит очень много. Вы можете видеть там, да, что вот там по 13 минут я уже лечу, это и на том, и на том самолете. Ну, как бы времени порядочно потратил на этот тест, поэтому лайк обязательно ставьте, блин, если не подписаны, подпишитесь. И вот уже как-то намного сильнее помешат ТБСовский передатчик. 6 километров, и, ну, так уже фиговато становится. Я целюсь там изо всех сил, я обращаю внимание, что если вот держать рукой антенну, то есть берешься за антенну, картинка становится лучше. Я вот держась за антенну, летел всю дорогу, что первый, что второй раз. Вроде как вот такое место, что налаживается картинка и становится получше, но вот ТБС очень быстро и резко сдает, и я тут на 7 километрах просто жму возврат домой, потому что картинка пропадает полностью, и я жму возврат, и картинка еще где-то там, ну, где-то минуту не восстанавливалась практически, то есть было такое месиво. Потом дальше смотрим Е-Чайновскую картинку. Сейчас у нас уже 7200, и мигает вот так вот это, какой-то плохой сигнал, Диверка как-то так пишет криво. Не знаю, иногда бывает, есть такая проблема, иногда нету, но имейте в виду, на скайзонах, которые не улет, вот может быть такое проявляться. Тут я пытаюсь настроить антенну как можно лучше, поэтому сейчас будут помехи такие. Я там берусь рукой за нее, а потом, блин, отпускаю, и когда держу рукой антенну, становится лучше картинка чуть-чуть, ну, не знаю, с чем это связано. И 7500 уже, и, ну, как бы это неплохой результат для такой связки. 10 децибел дает кросс-хейр, и, ну, неплохая передающая антенна, как мы выяснили, да, можно и на 20 километров жахнуть на ней. Ну, картинка, конечно, совсем фиговая, летать нереально, но лечу уже совсем до потери, чтобы было как на ТБС, чтобы совсем уже пропала картинка. Не знаю, можно было пробовать и давить на ТБС, и лететь вслепую, ну, как бы, стрёмно. Здесь вот вы видите, что даже когда пропадает картинка, она не исчезает полностью, а какая-то тень остаётся, и, ну, так ещё можно дорулить, да, или как-то там увидеть. Интересно, конечно. И мы подбираемся, наверное, уже где-то тут к пределу возможностей. Если поставить сюда лопух, то, естественно, картинка будет получше, и с лопухом и ТБСовским передачками я улетал где-то на 13 километров, и было вообще нормально. Ну, Crosshair проигрывает чуть-чуть по приёму, но он намного удобнее, у него шире угол, и это очень крутая антенна, конечно, стоит конских денег, и доставка стоит дорого. Ну, как бы, антенна очень хорошая. И вот буквально 8,2, 8,3, всё, жму возврат, потому что очень плохо. И вот на возврате как бы картинка становится получше. И я заметил, что E-Chain'овский передатчик жрёт побольше. И вот кадры запуска, и тут точно видно, что он где-то на 1,1 Ампера берёт больше, чем ТБСовский, потому что при прочих равных там больше жрать на борту нечему, кроме как передатчику. И, ну, возможно, в этом секрет. То есть он просто тупо мощнее. Вот такой неожиданный результат получился, друзья. И когда я был на расстоянии где-то вот 6 километров, я стал придерживать рукой патч, потому что вот в таком случае почему-то меньше помехи, более стабильная картинка. У E-Chain'а, видимо, ну, я не знаю, либо выходная мощность больше, либо из-за того, что он не залит, эпоксидка, у него лучшее охлаждение, и опять же, выходная мощность больше. Но результат налицо, и явно можно брать этот передатчик для вот этого мелкого крыла и летать достаточно далеко. То есть даже по очкам больше 5 километров можно с качественной картинкой летать. Надеюсь, видос был интересный. Не забывайте, что лайк и подписка продлевают жизнь и защищают от коронавируса. Так что поддержите меня. Я тут топчу грязь вот такую нереальную просто. Не забудьте, что ссылочки на все это барахло есть в описании. Летайте на крутых, классных самолетах. А лучший самолет или коптер это тот, который у вас есть сейчас и на котором вы можете взять и полететь. Всем пока!